Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассматривать классические упражнения в тяжелой атлетике И сегодня дошла очередь до рывка классического Что могу сказать? Что рывок классический используется не только в тяжелой атлетике и сейчас уже в кроссфите Но использовался и используется во многих видах спорта, в которых необходимо развитие скорости и взрывной силы Поэтому смотрим, будет очень интересно Традиционно разделим все наши движения на 5 фаз И рассмотрим каждое по отдельности Но для того, чтобы нам перейти непосредственно к самому изучению рывка, нам нужно сначала определиться с рывковым хватом Для этого мы берем палку или что-то, что имитирует гриф Поднимаем ее над головой Одна рука должна быть параллельна полу, другая под углом 90 градусов, а другой руки поднята вверх Должен образоваться угол 90 градусов, не больше, не меньше 90 градусов Если опустить палку вниз, то это получается самый низ живота Это и есть теоретический хват в рывке Переносим его на гриф Вот, что значит? Таким является хват в рывке Конечно же, потом, в дальнейшем, при отработке уже, наработке движения Кому-то понадобится сделать его шире, кому-то уже У каждого хват будет разный У меня он под самые завязки Как это будет у вас, это смотреть Надо уже в отдельности Поднимаем штангу На плечи Беремся в рывковом хвате Это будет наша первая фаза Отработка первой фазы Работа с плечи Выжимаем штангу на прямые руки вверх И делаем фиксацию Выжимаем штангу вверх Сводим лопатки И поднимаем плечи вверх Это и есть фиксация Она схожая с фиксацией в толчке Поэтому все очень знакомое для нас Опять Поднимаем штангу вверх Сводим лопатки Поднимаем плечи вверх Добавляем к этому движению еще и приседания Со штангой над головой Выжимаем штангу вверх Сводим лопатки поднимаем плечи и садимся с ней медленно вниз при этом мы разводим колени в стороны и таз отводим назад если вам будет немножко неудобно садиться либо у вас будет немного трусить это все нормально потому что это свойственно потому что над этим над этим нужно работать и это нужно отрабатывать и это движение может быть в принципе самостоятельным движением в вашей подготовке его не нужно исключать а нужно одним работать следующее следующая фаза это я бы ее назвал протяжка штанги срывкового спаха почему именно так чтобы наши мышцы запомнили движение траекторию движения штанги потому что в дальнейшем когда мы будем это делать в динамике это будет уже больше похоже на уход под штангу либо освобождение ну для начала мы должны показать траекторию штанги нашим мышцам для этого берем штангу в русском хвате также упрямляем тело и сейчас мы начинаем работу только руками начинаем за счет того что тянем локти вверх начинаем движение доходим до груди из этого положения мы добавляем работу плечей и локтей мы проворачиваем штангу и поднимаем и вытягиваем ее вверх опускаем тянем локти вверх штанга тянется по телу доходим до груди здесь делаем протяжку руками не забываем про положение киси они не должны быть заваливаться назад они должны быть смотреть ровно вверх конечно немножко наклон может быть но это не должно быть полный завал соединяем это движение с тем что мы только что учили это фиксация и пациент для этого протяжка фиксация пациента протяжка фиксация пациента это упражнение можно сказать опять же самостоятельно его можно включать в подготовку в отдельности тем самым отрабатывать отдельные фазы в рывке следующее это подрыв подрыв это как в рывке так и в толчке сказать это самое главное самый главный элемент за счет которого поднимается большие веса поэтому в предыдущем видео я уделил ему больше времени и больше информации сейчас я напомню для тех кто хочет более подробно смотрите предыдущие видео переходим берем штангу также в рывковом хвате выпрямляем тело сейчас мы должны будем садиться штангой вниз на полной стопе в ногу для этого мы отводим таз назад колени разводим в стороны и делаем подсед очень главным показателем должно быть то что мы плечами накрываем штангу накрываем колено мы опускаем вниз вот такого движения смотрите таз сзади спина пробует не вот так это неправильно вот прогиб натяж колени в сторону колени не параллельно колени в сторону с этого положения мы отводим штангу от себя и по инерции когда она возвращается мы подбиваем ее бедром вверх и уже дорабатываем локтями поднимая ее вверх отвели открывали протянули отвели подавали протянули теперь соединяем эту фазу с теми фазами которые можем рассмотреть ранее подрыв протяжка фиксация подсед для того чтобы непосредственно отработать сам удар сам подрыв конечно же хорошо именно вот это упражнение вот это упражнение которое вы можете подробно рассмотреть в предыдущем видео есть еще дополнительное упражнение когда штанга находится как бы в кармане для этого мы должны принять вот такое положение положив штангу как бы в карман из этого положения чувствуя что мы стоим на полной стопе и наша нога загружена полностью то есть мы не на носке не на пятке с этого положения мы выбрасываем ногами дорабатывая локтями штангу вверх сели выбрасываем вверх ногами и дорабатываем локтями повторюсь еще раз сам подрыв отработка самого удара четкость яркость мы делаем за счет того что мы штангу отводим от себя и подбиваем ее вверх сам удар для того чтобы отработать взаимодействие ноги и руки локтей и трапеции мы делаем упражнение которое показал только что предыдущий отрабатывать вам следующее тяга и стартовое положение в принципе это движение можно объединить эти две фазы потому что сделав правильно тягу опустившись сверху вниз вы конечно же правильно придете в стартовое положение для этого берем гриф выпрямляемся и делаем такой же подсет как мы только что делали разводим колени в стороны таз отводим назад плечи у нас накрывают штангу и колено и мы опускаемся вниз штанга у нас как бы волочется прям по ноге опять встаем вверх медленно видите у меня плечо постоянно накрывает штангу и колено таз отведен назад я не делаю это вот так вот я делаю это за счет полного накрытия снаряда колени у нас расходятся в сторону поэтому если вот с этого положения вы медленно правильно опускаетесь разведя колени в сторону и когда вы доходите до середины голени это и есть ваше стартовое положение высота стартового положения то вы уже пришли правильно всегда себе нужно проверять следующими ключевыми точками если вы правильно отвели таз назад правильно расставили колени в сторону то колено никогда не должно быть выходить за локоть вперед то есть не должно быть вот такого это ошибка значит вы уже стоите неправильно Не должно быть вот так Значит вы задрали таз вверх Это должно быть Колено должно прятаться И быть на одном уровне с ногтем Опять же, это конечно же Общий, обобщенный показатель Но за него нужно Очень конечно Внимательно следить Для того, чтобы рассмотреть непосредственно Само стартовое положение, когда Штанга независима И стоит уже на помойке Сейчас я одену пленей Чтобы поднять Высоту Меня учили так Я на протяжении двух или трех лет В принципе работал Таким образом Подходил к штанге, разводил Положение ног на ширине плеч Это опять же базовое понятие У кого-то это может быть Уже, у кого-то это может быть шире Базовое понятие На ширине плеч Стопы и колени Должны смотреть в сторону Если это будет вот так Это неправильно Потому что вы И садиться будете Ноги будут Бедра Колени будут параллельно Стопы Разводим в сторону С этого положения мы медленно опускаемся вниз Как бы руками тянемся гриф Отводим таз назад Колени разводим в стороны И вот так вот медленно мы опускаемся Приходим К захвату штанги Это и есть наше стартовое положение Опять же показываем Встали На полной стопе Для этого мы можем взять Перекатиться с пяточки на носок Я почувствую, что с полной стопы Нам удобно Мы садимся В ногу Опускаемся Делаем захват грифа Тут наше есть стартовое положение Опять же проверяем колено, локоть Колени должны быть разведены в стороны Стопы тоже И таз должен быть сзади Вот и есть наше стартовое положение С этого положения мы на вдохе Обтягиваемся Сделали вдох И начинаем движение Стартовое положение Протяжка, подрыв Скажу так Хотел бы добавить Конечно же Изучение непосредственно Самого классического рывка Лучше начинать С дополнительных упражнений Которые подготовят вас Вашу растяжку Вашу стабильность движения И потом уже переходить Непосредственно на классическое упражнение Для этого я сниму Дополнительное видео в дальнейшем В котором разберу Дополнительные упражнения Которые подготовят вас К изучению Непосредственно Самого классического рывка Но это уже в следующих видео Поэтому Делайте Пробуйте Пишите комментарии Задавайте вопросы Ставьте Нравится Не нравится Ну И учитесь Пробуйте Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok